Нам явно нужно разгрузиться, сбросить куда-нибудь все наши пожитки лишние, продать их в лучшем случае даже бы. Так, это куда вход? Это вход в шахты, да? А, в пещеру по старым платанам, точнее, правильно. Что-нибудь тут есть интересное? Не завезли. В ДНД такое есть, как тот, говорит, микрофагист. Ну, это фактически есть ДНД, 3,5, только дополненные и улучшенные, скажем так. Так, ящерку не залутал? Нет, там ее нельзя залутать, потому что у нее нет вообще ничего. У нее на самом деле просто есть силуэт желтый, что мы ее не трогали, потому что у нее нечего полутать. Странная очень такая штука. Почему в пати нету боевого мага? Не любишь их? Нету, потому что еще не встретили. По-моему, Октавия является магом, да, ведь был его, насколько я понимаю. Могу, конечно, ошибаться, но вроде бы было так. И Октавию мы пока еще не встретили, потому что к технолиге не сходили. Надо будет к ним в лагерь наведаться. Да давай, давай, ты сможешь! Вот, видите, подбодрили Линдзи, она сразу же смогла. Самое главное — ей придать уверенность в себе. Значит, это не пофиксили. Да, похоже, это никогда не пофиксят уже. Еще-то, если они столько времени не фиксят эту ерунду, но выглядит это реально как баг, потому что ты, с одной стороны, не можешь лутать труп, с другой стороны, у него не пропадает подсветка, которая говорит о том, что труп не по лутам. Окей, в чем смысл вообще? Автоматизацию не завезли? Которую автоматизацию, возможность задать какие-нибудь правила искусственного интеллекта, как, например, в Deadfire, Pillars of Eternity 2. Там достаточно неплохой набор различных правил добавили. Тут много багов даже по механике боя, которые не фиксят. Слово Bad Guy, они фиксят очень много различных багов, на самом деле, честно. Ты только посмотри, какие патчноты там вообще один за другим выходят. Куча баг-фиксов. Проблема, видимо, в том, что у багов есть приоритеты. И с какими-то багами можно жить, а с какими-то сложнее. И, видимо, вот эти баги с трупами, они относятся к категориям... А, и так сойдет. Как бы давайте что-то более приоритетное сначала пофиксим. А, оптимизацию, оптимизацию. А что оптимизация? Как и оптимизация? Так, а тут спят разбойники. Спят усталые разбойники-некроманты. Давайте подойдем к ним поближе. Сейчас их прирежем. Во сне. Возьмем, наверное, крупного стрелять, в первую очередь, будем. Критический удар, ништяк. Они, правда, второго уровня. Так, окей, мочите. Почти при смерти должен быть. Страх! No! Надо было его первым мочить. Видимо. Кто у нас в состоянии его мочить? Все, докастовался? Что там, страх у нас не проходит? Нет, не проходит. Ждем окончания страха. Но Валери все-таки отошла от страха. Прекрасно. Линзи, Дуси, да, тоже готовы стрелять. Есть. Разобрали. Фух. У меня комп летом, как говорит Алдорианин, работал как печка. Хотя должен вообще не напрягаясь тянуть подобные игры. Так, вот сейчас снял наушники, послушал. И у меня вроде бы все абсолютно тихо. Ни видюха, ни кулер на процессе, ничего не шумит. Все спокойно. Кожный доспех. Ну, такое. Себе. Что у нас? Свиток щита. Мука. Эль. Зелье исцеления легких ран. Наручие. Алхимический огонь. Шоколад. Вино. Надо, кстати, поужинать. Тяжелый арбалет. 1.10 урона. У нас у Линди какой арбалет вообще? Ладно, возьмем на всякий случай. Так у нас уже перегруз куда уже хуже может быть. Согласитесь, хуже быть не может. Ну, трофеечки. Молочко. На самом деле для кикстартеров проект весьма неплох. Ну, давайте скажем честно. Во-первых, делали его в основном достаточно профессиональные разработчики. Так как All Cat Games состоит из большого количества людей, которые раньше там в Невал работали. И в других таких студиях российских, старых достаточно. Плюс, ко всему прочему, их финансирует Paisa. То есть создатель самой системы, ролевой Pathfinder компания. Они в них вкладывали. И кикстартер нужен был в первую очередь для того, чтобы показать, насколько проект будет успешным. Каковы шансы, что в него действительно имеет смысл вкладываться. Как я уже говорил на предыдущих стримах, кикстартер работает как такая рекламная компания. И плюс проверка в дополнение вообще жизнеспособности бизнес-идеи. Скажем так. Шоколад, вино, кого кадрить собрался? Да ну, сейчас вот наши дамы устроят отдых. И просто друг с другом весело побеседуют. Дохнут, устроят себе маленький праздник. Лаксу, у нас за своей бумажкой интереса. Да, 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 именно так. Но, с учетом того, что второй кикстартер для Wraff of Reicheros, для продолжения Pathfinder Kingmaker, оказался еще заметно более успешным, то это вообще отлично. Это просто шикарная новость. Я вот сейчас время от времени смотрю на то, что там с Wraff of Reicheros происходит. Они пока сейчас в стадии альфы. И при желании можно даже попробовать поучаствовать в этой альфе. Там, правда, это денег стоит. У них типа такой платный альфа-тест. То есть не платный бета-тест, а платный альфа-тест вообще. Жесть, конечно. Но, что поделаешь, современные реалии игростроя. Так или иначе, ты покупаешь сначала игру на кикстартере, потом доплачиваешь дополнительно за возможность побыть альфа-тестером. И плюс ко всему прочему, ты не можешь это стримить и видосы по этому выкладывать. Потому что это только тестирование. Исключительно. Все серьезно. Не подумайте. Вот. Ну, они стараются исправлять многие ошибки, как в геймплее. То есть, например, вот одна из основных проблем по Finder, который я вижу здесь, это то, что в игре очень много однообразных битв. Когда ты одних и тех же пауков и многоножек там бьешь раз за разом или кобальдов. И от одного боя к другому ничего не меняется. Но, с другой стороны, они вот говорят, во время последнего альфа-теста у них были отзывы на тему того, что это все еще проблема во Врафово-Райчерус. И они уделили некоторое время переработке дизайна, энкаунтеров, врагов. Соответственно, хотят сделать их более редкими, но более значимыми. То есть, более разнообразными. Отличнейшая идея. Пусть историю пофиксят. Куча филерного мусора и 20 часов топтания на месте в плане сюжета. Ну, это кому как. Мне пока норм. Не знаю, конечно, что там дальше будет. Но мы будем отдыхать. Давайте заделаем сейв отдельный. Я ее поэтому и дропнул в итоге, говорит, алдрианин. Ну, таких филеров, да. Ведь боевки тут, наверное, много. С другой стороны, что мы делаем? У нас есть наук скрытности. У нас есть Харим, который что может сделать? Защищать лагерь может. Давайте просто посмотрим, что он может. Он может быть стражей. Лучше стражей будет Джейтал. Он будет помогать кому-нибудь. Охота и маскировка лагеря. Кто у нас может хорошо замаскировать в лагере? Кто может охотиться? Фактически разница в том, что, наверное, охота у нас пойдет Амире заниматься и Валере. Маскировкой будет у нас заниматься Дуся. Готовка на Линдзе. И еще на Хариме. Харим с Линдзей будут готовить. Бонус блюда. Плюс один к спасброскам. У него сложность готовки ниже. А здесь двадцать сложностей. У нас есть ингредиенты. Давайте пользоваться. Харим будет картошку чистить и посуду мыть. А то, конечно. Ты жалуешься, что бои однообразные, а ты представишь, что у тебя Тима становится имбу, и даже сложные бои не вызывают восторга. Пока такого не наблюдаю, а только наоборот. Ладно. С чем можно сложность поднять? Или у тебя настолько имба-имба, что прям вообще имба. Начинаем отдых. Паладин и Шейлин поклоняются красоте и искусству. Но самое смешное в том, что на самом деле они не имеют ни малейшего представления ни о красоте, ни об искусстве. Вот тут я с тобой согласна. Именно поэтому я покинула Орден Неувидающей Розы. Там за цветными шелками и громкими словами скрывается обыкновенная серая посредственность. Давай, Харим. Еще. Жахни. Ну ничего. Неплохо получилось, да? У каждого персонажа есть любимое блюдо. Дает больше бонусов. О, у нас тут бонус. Небольшое событие. Что-то во сне происходит. Дуси неожиданно проснулась внутри незнакомого дома. Где-то неподалеку Нистовы выли собаки. В воздухе стоял запах гаря. От деревянных стен исходил жар, а под низким потолком клубился дым. Она выпрыгнула в окно. Выбив стекло, Дуси выскочила наружу в темноту. В ее плечо вонзилась стрела. Раздался хохот и торжествующие крики. Она ринулась вперед в сторону веревочного моста. Добравшись до середины реки, Дуси бросила взгляд назад и успела заметить, как молодой мужчина в рогатом шлеме перерубил топором одну из веревок. С оглушительным грохотом мост начал обваливаться. Дуси почувствовала холод на своей коже. Слышалось журчание воды и тихий плеск волн. Открыв глаза, она увидела каменистое дно и раздутое тело, опутанное зелеными водорослями. Остановившиеся глаза утопленника уставились прямо на нее. Рот мертвеца начал медленно открываться и раздался сиплый шепот. В этот миг Дуся наконец-то по-настоящему проснулась. Обливаясь потом, она поведала нам о том, что увидела во сне. Джейтон не очень, конечно, выздоровела, но ей нормально. Она нежить сойдет. Не знаю насчет им выиграть, Федоров. Когда игра выходила, часов 35-40 наиграл. Савы медведя доставляют, по-моему, на любой сложности. Но я их еще не встречал, так что все впереди. Могу сейф скинуть, говорит некрофагист. Там дальше по сюжету будет гоблин-разбойник. У него невероятные множители урона и точность при использовании оружия в каждой руке. Там где-то 5-6 атак за раунд с урона в 50. Круто. Слушай, наверное, его контролить как-то надо. То есть игра на что-то намекает. Явно. Любимые блюда харима на самом деле. Плюс трикс по сброскам воля. Бессилие, утомление. Ну, 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 шутите, да? Фига себе. Окей. Мы, я думаю, это переживем. Мы все переживем. Что у нас тут есть? Какая-то кольчуга. Средний доспех. 6 минус 5. Так, здесь легкий доспех. Какой доспех-то у нас был нормальный? А, вот 6 минус 4. А 6 минус 5, наверное, не нужна. Нужно ее выбросить временно. Есть ли у нас труб где-нибудь рядом, в которой можно сложить эти вещи? Просто хотелось бы штрафы убрать. Бессилие, бессилие. Фига. Ладно. Дуся еле ходит просто. Еле лапами передвигает своими эльфийскими. Траванулись, что ли? Нет, сон был очень плохой. Разбойник-некромант немножко приоденется. Клепаный кожный доспех. Стеганный доспех. Еще один клепный кожный доспех. Вот в это в разбойниках стороны складываем. Кольчуга. Сюда же некромант уйдет. Стеганный доспех. Вообще дешевкая. Да и вот эту кольчужную рубашку тоже. Тяжелый щит нам, наверное, тоже не нужен. Все. Видите? Немножечко убрали себя грузом. Когда выходила игра, она была просто сломана в плане сложности. И я слышал об этом. Что-то у Валерия фингал не зажил. А он и не заживет до тех пор, пока мы с помощью большого или великого даже восстановления с нее не снимем. Вот это фигня. Видите? Порог смерти. Нужно высшее восстановление или же нужен целитель в столице? Ничего, я думаю, в столицу вернемся. Там дела пойдут лучше. Так, бежим сюда. И готовимся. Нам нужно будет оббавиться по полной. Всем, чем только возможно. Ну, просто только чем. У меня одна надежда, что Валерий втанкует хоть как-то. Открываем дверку. Сейвимся. Делаем отдельный сейв еще. И поехали. Что мы можем сделать? Здесь ничего. Здесь у нас есть персональные бафы. Например, вот такие. Милость божества на одну минуту. Потом здесь. Наверное, даже на паузу поставить. В паузе все это включить. Песню отваги, наверное, надо будет кастануть нам. Дуси отстает. А, ну да. Дуси еле плетется. Давай! Шевели ногами. Здесь у нас есть ярость. И здесь у нас какие варианты. Защита от мировоззрения коллективная. Какая? Защита от зла, защита от добра, защита от закона, защита от хаоса. Наверное, защита от зла нам нужна, да? Да. Может быть, холд пёсан? Попробовать сначала он тортуча. Дусь, я не в настроении. Чё поделаешь? А где у нас вот эта штука? А где утомляющие касания? А почему я не вижу здесь вспышку? А ну-ка всё вынести сюда. Пронизительный крик. Состояние ступора. Ну, сейчас попробуем разные варианты. Для начала обаффаемся. Первый баф, который у нас должен быть, это благословение. Потому что благословение, оно работает очень долго. Минут на уровень. Здесь тоже минут на уровень? Нет, здесь просто одна минута, заметьте. Здесь тоже одна минута. Они скорее хаотичные, хотя злые, может, тоже. Я видел, что кобальды законопослушно-злые. Почему-то. Ну и тортуча, наверное, тоже злой. Не знаю, насколько он законопослушный, но похоже на то. У нас вообще небогатый выбор бафов, скажу вам честно. Давайте с благословения начнём. Теперь защита от добра, закона от зла. Костанули. Дальше. Щит вера сюда. Устойчивость сюда. Побежали. Если у них законопослушные, то чьим законам они подчиняются? Фиг знает. Скорее всего, законам вождя. То есть вождь говорит, они делают всё просто. Что же? Мы уже говорили с Тартучио. Если вы этого не видели, то предлагаю вам краткое описание. Тартучио над нами насмехается, говорит, что ничего нам рассказывать не будет и просто нас убьёт. Всё достаточно просто, но с другой стороны продумано. Зачем ему что-то рассказывать? Вдруг что-то пойдёт не так? Ладно. Решим наш спор в бою. Сразу же чаржимся. Завалерим него. Здесь. Активируем. Здесь песнь активируем. Здесь стреляем. И тут Линдия тоже стреляет в Тартучу. Есть. Я думаю, вам нужно пошаговый режим. Угненный шар заклинаний не удалось. Пошаговый режим бы надо включить. Нам нужна песня? Нужна, конечно же. Так, промахи. У нас двадцатка защиты. Двадцать-двадцать! Офигеть! Да ты куда кастуешь? Ладно. Джейтал немножко упала. Пока ещё у нас есть возможность продолжать. И Харим... А, он убил ещё, ко всему прочему, Кобальда в большей части. Офигеть. Так, ещё Харим может кастануть. Защита у нас есть. Призыв чудовище. Не знаю. Да просто зачаржить тупо может. Есть у него чарж? Нет. Это в обилках должно быть, по-моему, да? К сожалению, не может, потому что он далеко находится. Песнь я на двадцать плюс... Песнь я на уровне двадцать плюс использовал, говорит некрофагист. Да. Так, Джейтал, как и весь класс инквизиторов, та ещё как. Хотя, может, я и не понял, как использовать этот класс, говорит некрофагист. Ничего-ничего. Разберёмся. Что мы можем сделать сейчас хорошего? Ну, подойти мы вплотную не успеем. Давайте попробуем передвигаться на максимум, насколько мы можем. Что-нибудь отсюда достаёт. Прикосновение хаоса. Не достаём. Hold person. А что ещё у нас есть? Костетряс. Во! Ужасные раны жертвы наносят. Поехали. Есть какие-то варианты? Только стетряса. Сцеление серьёзных ран? Что? Семь урона? Всего семь? Да вы издеваетесь. Это мало. Так, следующий кобальт какой-то ходит. Я не вижу, чтобы он ходил. Где он? Что происходит? Кобальт застрял. Похоже, игра заглючила. Так как к Асаниму там точность маленькая. Чувак, ты собираешься отглючивать или нет? Отглючила. С разбегу не выйдет. Просто врываемся и бьём тортучо. Есть. Мало потому, что бросок на стойкость прошёл. А так, отличное заклинание на данном этапе. Есть смысл любимым делать. Я уже сделал. Ну, не то, что любимым. А, нет, любимым я его не делал. Давайте посмотрим. Харим творит заклинание Костотряс. Тартучо делает успешный спас-бросок стойкости. 22. Он двадцатку выкинул. Ах, этот... Ах, этот мерзкий, подлый Тартучо. Двадцатку выкинул. Офигеть. Вы пробовали включить и снова выключить? Ну да. Пошаговый режим вообще так и работает. Временами он бывает зависает. Вы, я думаю, заметили, что в игре есть баги. О, у него почти не осталось хитпоинтов. Давай, Дуся, мочи. Я даже, наверное, пожертвую и стрельну вот так. Есть. Тартучо немножко умер. Включаем медленное передвижение и потихонечку отходим в сторону. Вот так вот. Всё. Сейчас будут Дусю со всех сторон любить кобальды. Или не Дусю. Да, вот Линдзи можно, например, тоже. Чё не вариант. Есть такая классная штука. Пронзительный крик, на самом деле. Закончим песню отваги. Просто потому, что у нас ещё два хода будет, два раунда действовать после этого. После этого нам нужно отойти в сторону. Мы к другому подошли, на самом деле. Надо было немножко в другую сторону отходить. Пронзительный крик, на следующего. Так, это который? Не, я стреляю просто вплотную. Окей, промах. Теперь Харим может кобальду-стражу вжарить, а может ещё он хильнуть, например, всех. Но это не всех. Всех живых существ. Это не всех наших. Это вообще, в принципе, каждого, кто есть в радиусе. Помню, как ты рассказывал о своих сражениях на полях Вархаммера. Когда противнику надо было крит для победы. И он кританул. Да, бывало такое. Неприятно, конечно, ну чё поделаешь. Почти добили. Держись, Харим. Чё-то ты фигово танкуешь. Ну вот, лучника, по крайней мере, связали в ХТХ. Здесь стрельнем. Но перед этим чуть-чуть отойдём. Выйдем за пределы атаку в партийнике. Опа, критический удар. На девятнадцать. Убиваем кобальда. Красиво. Житал тем временем лежит. Держись, Линди. Она держится. Она молодцом. Добил. Прекрасно. А-ка, здесь можно разогнаться и врезаться в... Какого? У нас Дуся здесь стоит. Вот в этого. Опа, крит на тридцать два. Криты замечательная штука, вот только посмотрите. Спокойной ночи, говорит Ксарклав. Что ж, тебе тоже спокойной ночи. Я сейчас вот закончу стартучу, пожалуй, тоже, наверное. Закончу стрим. Пойду отдыхать. Валери. Валери тоже умеет, как видите, очень неплохо выкидывать двадцатки. Она реально двадцатку выкинула или мне показалось? Нет, она не должна была двадцатку выкинуть. Валери атакует цель. Результат атаки двадцать. Защита цели четырнадцать. Да, на двадцатку. Критические удары выкинула. Правда, почему-то об этом не написали. Но и так сойдет. Ах ты, маленький поганец. Успел царапину Линдзе нанести последнюю. Давай Линдзе добей его. Давай еще один крит. Как криты поперли вы только гляньте, а? Что-то с чем-то. Я, пожалуй, пропущу этот ход Харимом. Есть. Тартучи умер. Увы, Тартучи предпочел пасть в бою, но не сдаться живым. Кастан Гарес, а вместе с ним владыки мечей, должны узнать о его судьбе. После смерти Тартучи у нас в руках оказались обе священные ветви старого платана. Из-за этих бесценных реликвий клопы и кобальды схлестались в жестокой войне. Нужно мудро распорядиться этим сокровищем. В своих интересах или ради блага жителей подземелья. На самом деле, особого применения, насколько я знаю, по игре нет у этих сокровищ. Единственное, что можно сделать, это их продать. О, жезл волшебной стрелы. Прекрасно. Кольцо. Сломанный арбалет рестовского инквизитора. Слушайте. Наверное, сейчас нужно взять эти жезлы и сходить к скелетам, которые ждут нас на следующем уровне. И прямо там, где мы начали стрим, мы его и закончим. Типа, сделаем такой круг. Как вам такая идея? Супер же, согласитесь. Так, по лутолям. По лутолям. Что здесь еще хорошего есть? Копия. Луки. Это достаточно бесполезные вещи. Джейтал, как обычно, поднялась. Но не только она, конечно, поднимается. Замысловатое сплетение корней образует ложа. Кажется, еще совсем недавно здесь покоилось нечто узкое и длинное. Это, видимо, тот самый артефакт, который Тартучо отсюда стащил. Кольцо с гранатом. Тяжелый щит. Не идентифицированный. Это тяжелый щит плюс один. Серьезно. Так, а есть кому этот тяжелый щит плюс один выдать? Здесь у Валерии башенный щит. Четыре защиты дает. Здесь же у нас щит, который дает три защиты. У него базовая защита два. Но дает штраф за доспехи. Всего минус один. Наверное, Хариму нужно. Тяжелый арбалет. Линдзя у нее какой сейчас? Идеально. А, искусно сделанный легкий арбалет. 1.8. А здесь 1.10. Ну, это простое. Я не вижу серьезной разницы. Но это двуручная, и там двуручная. Один искусно сделанный. А другой просто обычный. Что значит искусно сделанный? Формации есть. Способность добавляет плюс один к атаке этим оружием. Нет, все-таки, наверное, плюс один к атаке лучше. Там будет коллекционер реликвий, который будет принимать эти штуки за доп. деньги или определенные вещи, объединять в артефакты. Да, поэтому я говорю, наверное, нужно по возможности себе эти реликвии оставить. Потому что особого у них применения нету, но с другой стороны их можно продать. Это хорошо. Что ж, Тартучио помер. Давайте поговорим с королевой Бда. Наши храбрые союзницы, возвращайся. Пока-то ходить, мы одержать славные победы над Кобальт. Война еще не окончена. Но я желаю знать, что случилось с подлой шаман. Ты найди его. Но мы не можем солгать здесь, потому что это хаотичный выбор, а мы законопослушными и являемся хоть и злыми. Мы вынуждены сказать правду, потому что правила нас обязывают. Тартук обманул всех. Это он похитил ветвь Плотана у Кобальдов, чтобы устроить войну с клопами. Он напал на меня и был убит. Теперь обе священные ветви у меня. Знай, что фиолетовая шкура — подлец. Теперь эти подземелья полностью принадлежат клопам. Надеюсь, наш союз и дальше будет крепок, королева. Мы оставляем в себе одну ветвь, а другую отдаем. Насколько я понимаю. Хаотичного у нас, к сожалению, нету. Это, видимо, для того, чтобы все отобрать и сказать, что типа «О-ло-ло, тебе не положена ветвь». Законопослушный зло — это Роскомнадзор, что ли? Ну, фактически так, да. В эти земли приехал Роскомнадзор. Он немножко эльфийский, но это не важно. Я благодарить, мой верный союзница. Ты быть гость, клоп всегда, славно. Действительно, у нас есть эта реликвия. Разная. Тут поиск имеется. Готовая серьга. Зеленый кварц. Нефритовая заколка. Измятое письмо. О, что-то не видно. Залученный рог. Что только нету. Реликвию, по-моему, какую-то мы отдали. Да. Хочется, конечно, поиск... А вот, вот здесь у нас есть примечательные предметы. Меткодриады. Сломная стрела. Опаленные фрагменты жерели. Здесь тоже есть вот прогал, где что-то было. Старый шлем. Фрагменты жерелья. Похоже, мы все отдали. Как-то так выглядит. Ну, что поделаешь. Ай-яй-яй. Наш мировоззрение обязывает. Что ж, отправимся дальше. Отправимся вниз и попытаемся убить скелетов. Кстати говоря, что у нас с уровнем? У нас почти четвертый уровень. Мы, я думаю, как раз четвертый уровень не получим на этих скелетах. Давай, 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 Дусенька. Держись. Можно ли чем-то снять этот эффект? Только полноценным отдыхом. Увы. Дешевые скемитары. Поехали, низ. Какое печальное зрелище. Верломный слуга верломного короля, который и сам, лишь слуга иной силы, умирает, притворяясь столь малым созданием. Слуга короля? Хорошая шутка. Могучее оружие. А плохая может стать судьбой шутника. Да будет так. Восстань же, мой неудачливый шут. Твое представление еще не окончено. Похоже, союзники Тартуччо гораздо более могущественные, чем нам могло бы показаться. Фига себе. Вот это поворот. Не ожидал. Какой-то призрак или какой-то силуэт. Взял и оживил Тартуччо. Кто это был? Ну, интрига. Это хорошо. Люблю, когда в сюжете есть интрига, когда непонятно, что происходит. Но ясно, что происходит что-то необычное. Давайте скастуем проведение позитивной энергии исцеления живых. Вот так вот хотя бы. И отправимся сюда. К тому месту, где у нас находится секретная дверь. Чтобы это сделать, нам, наверное, где-то пройти нужно... Да, вот здесь вот переход есть. Нужен полноценный отдых. Игра прямо намекает. Дай, суети, отдыхай. Да, я сейчас пойду отдыхать и устрою себе полноценный отдых. Чего я вам тоже рекомендую. Ну, а дальше посмотрим, там, что будет в ближайшие дни. Скорее всего, на следующей неделе, когда выйдет Baldur's Gate, мы обязательно заценим Baldur's Gate 3. Посмотрим, что там у нас в World Access. Ну, что Baldur's Gate, на самом деле, хоть с одной стороны похож на подобный вот жанр, на подобный вид игр, и есть у него что-то общее с Pathfinder. С другой стороны, это несколько другой взгляд, с другого угла на подобные партийные ролевки по настольным правилам. Все-таки это же будет игра по D&D, в отличие от предыдущих Дивинитин. И Некрофогейст тоже вот говорит, Baldur's Gate — это другого полета птица. Но это, скорее, другого даже качества птица, потому что в Baldur's Gate больше упор на какую-то массовость, какими-то графичность, там, более проработанные ракурсы от первого лица, всякие разные ролики, общение персонажей. То есть это более взгляд на то, как подобные игры можно перенести на новые современные рельсы. Скажем, в свое время BioWare то же самое пытались сделать с Dragon Age. То есть помните Dragon Age Origins? В нем очень много в Origins от духа старых игр, партийных, таких типа Baldur's Gate. И, с другой стороны, там очень много было инноваций, изменений в сторону современного геймдизайна. И после этого они пошли еще дальше. Там, во втором Dragon Age, в третьем Dragon Age игры серьезно сделали уход вот такой классической формулы. с большой партией, с видом сверху, со сложными правилами и больше в сторону какого-то такого экшенного геймплея и более иммерсивного, что ли, вида подачи. Что ж, Baldur's Gate тоже движется в эту сторону. Посмотрим, насколько это получится у Ларин, как будет выглядеть. Надеюсь, опять не перенесут ничего. Но с Pathfinder тоже, не знаю. Мне Pathfinder нравится. И с каждым следующим стримом он мне нравится все больше. Он выглядит более интригующим. И, с другой стороны, когда начинаешь разбираться в различных механиках, легче ориентироваться в том, что происходит, то это добавляет какого-то ощущения того, что ты как дома себя чувствуешь. Что это действительно такой большой, сложный, интересный, фантазийный мир. Это, наверное, та самая главная черта привлекательного Pathfinder. То, что мир действительно сложный и действительно большой. И ты можешь действительно в него верить. Тут мало шуточек, хихонек-хахонек. Зато есть много такого серьезного, интересного геймплея. И игра не пытается сделать вид, что она тебя берегает, пытается все упростить. Нет, наоборот. Приходится старательно пытаться подыскивать способы, как в той или иной ситуации, с чем разобраться. Это круто. Так что, в общем, не скучайте. Мы продолжим, безусловно, в ближайшее время. Следите за анонсами во Вконтакте, Твиттере или же в Дискорде. Ссылки есть внизу в описании. Если вы это смотрите на Ютьюбе, то ставьте лайк. Там все дела. Ну, вы знаете, как это обычно делается. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Все вам самого наилучшего. С вами был DICE. До новых встреч. Играйте в хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok